Во главе с председателем Брестского городского совета депутатов Николаем Красовским, руководители и представители всех заинтересованных ведомств, прокуратуры, МЧС, ГАИ и УВД, здравоохранения обсудили ряд значимых тем, среди которых профилактика травматизма и гибели людей на производстве, на воде, при пожарах, в дорожно-транспортных происшествиях, а также в результате суицидов. Вопросы обсуждались в рамках исполнения директивы президента Беларуси номер один о профилактике нарушений общественной безопасности. Во всех этих вопросах надо разобраться, посмотреть, как взаимодействуют у нас органы исполнительной власти, администрации, правоохранительные органы, МЧС, службы, которые должны проводить профилактику и взаимодействие на этой основе, ну и выработать решения, которые, конечно, помогут где-то решать эти проблемы. Повестка дня обусловлена неутешительными цифрами статистики. За каждое из которых человеческая жизнь за первые полугодия 2018 покончили жизнь самоубийством 20 человек, трое из которых несовершеннолетние. Увеличилось и общее количество пожаров на территории Бреста. Возросла статистика по фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений. От внешних причин. То есть это не естественная смерть, чтобы было понятно, что такое, почему внешняя причина. То есть не естественная, а связанная с какими-то противоправными воздействиями как иных лиц, так и действиями самих погибших. Так вот, всего таких на территории Бреста по итогам полугодия первого 82 человека погибло. Эти преступления совершаются на почве семейно-бытовых конфликтов и связаны с одной из их причин является злоупотребление алкогольными напитками. Проблема в целом пьянства и алкоголизма, она проходит такой красной строкой по всем, к сожалению, практически по всем случаям гибели людей от внешних причин. В вопросе профилактики нарушений общественной безопасности важна слаженная работа сразу нескольких служб, а потому решать проблемы будут все заинтересованные ведомства. Также докладчики обсудили вопросы градостроительства и городской среды, и был затронут вопрос утверждения концепции Брест-Симбио-Сити. Сегодня проект уже утвержден на сессии городского совета депутатов, а значит получил статус официального документа. Далее концепция пойдет на согласование в Брестский облсполком и Министерство природных ресурсов. Эта концепция уже найдет отражение в генплане города до 2030 года. Потом мы работаем по отходам, по реконструкции, по строительству локальных очистных. Также мы работаем по разделу водоснабжения и водоотведения. У нас в планах тысячелетия реконструкция очистных городских идет. По экологии и ландшафту тоже вместе с Минприродой будем уже внедрять в нашем парке тысячелетия. Много очень горожан вызывает, ну такое желание высказывают облагородить, сделать такое место отдыха, такой нетронутой природы на соях вдоль Муховца. Тоже оно идет, ну скажем так, прямо по концепции нашей. Виктория Саченко, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.